В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Олег, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю про наш сайт и хакерво.ру, где есть не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю этой программы. Ну, в течение ближайших минут хотелось бы поговорить о самых заметных событиях последнего времени, произошедших в нашем городе. Я обращаюсь к событиям недельной давности. Ровно в прошлый четверг на первом в этом году пленарном заседании законодательного собрания Кировской области, в том числе о своей работе за прошедшие два с половиной года, о своей работе в Кировской области, отчитался генерал-лейтенант Сергей Солодовников, который уже является начальником главного управления МВД по Самарской области. Ну, надо сказать, что Сергей Александрович уделил внимание многим кировским СМИ, буквально куда ни загляни, вот такое прощальное интервью. Есть оно и в последнем номере газеты «Бизнес-новости». Материал называется «Мафия бессмертна». Кроме того, в прошлый четверг... Смертна? Мафия смертна. Бессмертна. Простите, оговорка по Фрейду, что называется. Да, ну, кроме того, в прошлый четверг вы вместе с Светланой Занько были в этой студии, и, собственно, интервьюировали генерала Солодовникова. Много было событий за это время, за время его нахождения в должности начальника МВД по Кировской области. Читая отзывы, читая какие-то личные высказывания об этой персоне, я ничего негативного-то, по большому счету, не нашел. Для тебя, как эти два с половиной года управления Солодовниковым нашими полицейскими? Здесь всегда в любой яркой личности, в любом ярком событии есть, понятные стороны, положительные и отрицательные. В данном случае, если брать с точки зрения населения Кировской области, не зря это поднимается на щит. И Сергей Александрович не раз говорил о том, что Кировская область вторая после Чечни, где полиция воспринимается, ну, то есть с точки зрения восприятия населением органов внутренних дел. То есть у населения есть ощущение защищенности, есть ощущение того, что в полицию надо обращаться, полиция поможет. То, чего не было еще лет пять назад, если ты помнишь, сильно, серьезно, просто радикально изменилось действительно ощущение от людей в погонах. Да, и, конечно, изменились условия их работы, изменился уровень заработных плат. То есть это было два года назад, когда им значительно увеличили довольствие. Это после переадистанционной периоды. Просто поднять зарплату, это на самом деле, ну, это одно, совсем другое, настроить их на работу таким образом, чтобы не было нареканий граждан. И в этом смысле, конечно, Сергей Александрович здесь, во-первых, провел массовую ротацию. 400 с лишним человек из руководящего состава поменяли место службы. Кто-то уехал в районы, кто-то из районов приехал в Киров, кто-то из одного района перебрался в другой, кто-то оставил службу в силу тех или иных причин. То есть он объехал практически все районы в первые два месяца службы, разговаривал с людьми, для того, чтобы почувствовать, как работает тот или иной районный отдел внутренних дел, руководство районного отдела. И нужно ли принимать какие-то там серьезные меры для того, чтобы улучшить эту работу именно по отношению к гражданам. Вторая позитивная вещь тоже отмечается многими, это работа с общественными организациями. Не случайно так серьезно обновился состав общественного совета, то есть оттуда были убраны, грубо говоря, мертвые души. Люди, которые не участвовали в составе, либо оказывали лишь спонсорскую помощь органам внутренних дел, но никакого участия активного в работе общественного совета не принимали. Была поддержана инициатива ночного патруля, надо сказать, что есть регионы, где подобные инициативы тоже появлялись, но не нашли взаимодействия с органами ГИБДД. А здесь почти в приказном порядке, ведь это всегда риск. Риск того, что, во-первых, нужно будет активнее работать самим патрулям, патрулям, которые носят погоны, да? Блюсти честь мундира. Блюсти честь мундира. Но нужно не закрывать глаза на случай, когда сотрудники органов внутренних дел попадают пьяными. То есть не отмазывать их, а выводить на свет такие случаи и увольнять. И для этого тоже нужна поля. Есть еще народный контроль по борьбе с алкоголизмом. Добровольной дружиной. С нелегальным алкоголем. Естественно, Солодовников заслужил большое признание, особенно женской части населения Кировской области, когда позакрывал все рюмочные. Где-то это было сделано, может быть, не совсем законно, но это было силовое решение, и это решение было доедено до логического завершения. И рюмочных фактически в открытую, фактически в городе Кирове не осталось, в районах, если и существует, то полулегально. И это уже несколько улучшило. То есть и вкупе с добровольными народными дружинниками все это несколько почистило улицы городов, города Кирова от праздно шатающихся, выпивших людей в течение дня. Ну то есть вот какие-то меры, которые общество восприняло и аплодировало буквально Сергею Александровичу. В то же время есть вещи, которые, на мой взгляд, были не совсем корректными. Это при огромном количестве уголовных дел, которые возбуждались, особенно по фактам коррупционных проявлений. Многие из них дошли до суда, и здесь Сергей Александрович позволял себе очень часто высказывать высказывания по поводу того или иного персонажа, что он является преступником еще до решения судебного. Да, и брал на себя, я задавал ему этот вопрос в эфире, как юрист, как ученый, брал на себя право оценивать то или иное решение и говорить судьям, что они не правы, хотя это не совсем корректно. Судья все равно это последняя инстанция, если суд не прав, его поправит там высшая инстанция судебная при апелляционной, конституционной жалобе. Поэтому здесь не совсем, наверное, корректно. Но, тем не менее, он все равно зарабатывал баллы себе. Здесь руководителю полиции региона нельзя быть мямлей, это надо понимать, нужно быть решительным, нужно доводить свое дело до конца, и он использовал даже эти методы, которые с натяжкой можно назвать законными. Ощущение того, что ждет нас сейчас по части руководства полиции, ну, все мы пока в таком невидении находимся, да? Кто возглавит? Ну, мнения разные от того, что сейчас загуляет изрядная часть управленческого состава и расслабится, до того, что все-таки сохранится вот этот вот настрой, и преемник просто, он подхватит знамя и вынужден будет так или иначе, ну, по крайней мере, быть не слабее и продолжать то, что начато было при Солодовникове, и вести дальше. Ну, это многие, да, там, на Житинева ссылаются еще, что все-таки следственные органы. Да, да, он назвал Житинева, генерал Житинева, руководителя Следственного комитета по Кировской области и управления следственного, как своего преемника в плане завершения вот тех громких уголовных дел, и в частности по Прокоповским, которые были возбуждены еще при Солодовнике. Ну, буквально в последние, так сказать, дни его пребывания на посту начальника МВД, да. Ну, вот накануне буквально появилось заявление полиции о том, что намерена она закрыть 85 киосков, торгующих спиртосодержащими жидкостями. Вообще у нас обострение произошло, да, ситуации с объектами инвестиционной торговли. Киоски, не попавшие в схему, на прошлой неделе начали отключать от электричества. Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса начала бессрочные пикеты у городской администрации, ежедневно он там проводится. Этот процесс у нас центрован бесконечный, нельзя компромисса достигнуть. Можно, и если ты обращал внимание, предположим, в Москве, где тоже борьба с лариками шла очень активно, сейчас идет процесс обратный. Связано это и с кризисом, и с волевым решением сохранить торговые площадки для горожан. Все равно в киосках, во-первых, производителю, до конечного потребителя проще добраться, и цены могут быть чуть ниже, чем в супермаркете, продукция посвежее, да. И там сейчас открывают, ну, нашли дополнительно 217 мест, Схема такова, что само правительство Москвы, там, префектуры, Москва делится на префектуры, не только находит эти места, они устанавливают сами киоски определенного стандарта, формата и так далее, то есть санузловные и прочее, и отдают в аренду под четкой, понятной ставки. Предлагается также не просто отдавать в аренду, а устраивать аукционы. То есть тот, кто назовет более высокую цену, тот, собственно, возьмет. Но при этом с трех лет аренды срок вот этого договора, контракта, он продлевается до пяти лет. Это уже более понятные условия, более, ну, лучше можно спрогнозировать, как ты эти деньги отобьешь. Тебе не нужно думать о том, что, там, этот твой киоск может через пару лет просто не устроить кого-то, его снесут, да, это все-таки киоск установленный префектурой, и префектура тебе сдает его в аренду. То есть несколько другая схема, я думаю, схема интересная, и она вполне могла бы существовать, работать у нас. Что касается киосков, я вижу в некоторых микрорайонах, там, где нет большого супермаркета, или просто по пути домой выставлены несколько киосков, хлебные, молочные, колбасы и так далее, и они пользуются у населения спросом. А вот те киоски, о которых говорится, что там продавались спиртсодержащие жидкости, конечно, они, ну, не совсем уместны на территории города Кирова. Я один такой киоск просто видел, и потом, ну, как бы, выложил в Инстаграм, что там вот действительно продавали вот такую вот спиртсодержащую жидкость. Нет, просто там рядом с этим киоском толкались люди не очень, там, порядочного вида, презентабельного. Прямо тут распивали рядышком, это у рынка вот центрального. Вот, и через некоторое время этот киоск убрали. И я думаю, что заступаться особо вот за такие киоски вряд ли кто-то будет, потому что, ну, для проформы, конечно, там выставлены какие-то консервы, какие-то товары длительного хранения и там какие-то конфеты, может быть, да, но на деле зарабатывали они вот как раз на торговле перчиком, плакать никто не будет. То есть ты поддерживаешь вот такие радикальные движения? Я считаю, что нужно предлагать альтернативу. То есть если вы сносите киоск, который предприниматель купил за свой счет, может быть, купил полтора года назад, заказал его, да, и не успел отбить, во-первых, вот, и деньги фактически потерял. Несколько человек потеряли рабочие места, нужна альтернатива. То есть город должен сейчас предложить, особенно в это кризисное время, варианты, где можно установить киоски. Может быть, сами предложить киоски и выставить их на аукцион для того, чтобы люди, для которых это была работа, для которых была возможность вести бизнес, вели этот бизнес, но уже на других условиях, и зарабатывали не на перчиках, не на пиве и сигаретах, а зарабатывали на продуктах питания. Вот это было бы логично, это было бы честно, по крайней мере. Ну, пиво и сигареты у нас по закону сейчас, конечно, запрещены в ларьках их торговля, но все чаще и чаще звучат эти предложения вернуть в данный вид продукции в объекты нестационарной торговли, в частности... Точно так же, как и рекламу алкоголя в СМИ. В конце прошлого года руководство Федеральной антимонопольной службы призывало, давайте все-таки рассмотрим возможность возвращения алкоголя и сигарет в киоски. Руководство фасовывается на то, что этим всем сейчас торгуют в основном крупные супермаркеты, гипермаркеты, большие магазины, а все-таки ларьки остались в стороне. Это вроде как нечестно. Ты поддерживаешь? Я думаю, что везде нужна определенная мера, и сейчас, опять же, уже когда есть привычка возвращаться на старые дрожжи, я думаю, что смысла нет. То есть, можно... Вот там есть и такая мера, что ограничивается площадь, где можно торговать, предположим, сигаретами. Я думаю, что можно эту площадь уменьшить для того, чтобы маленькие мини-магазины тоже имели на это право. В то же время в киосках продавать сигареты, продавать алкоголь, наверное, не очень хорошо, не очень уместно. Все-таки это... Но киоск в том понимании, в котором у нас он есть. Потому что киоски, предположим, видел в Германии, в Норвегии, это совершенно другое. Это именно мини-магазинчики, встроенные в дом, и там все это спокойно... Всем этим спокойно можно торговать. Тем более, сейчас есть определенные ограничения на выкладку пока по сигаретам, но обсуждается и по алкоголю, что будет закрыто от... От глаз. От глаз детей, да, и в таком варианте. Ну, почему бы нет. Ну, кстати, вот по поводу табачных продукций, по табачной продукции, уже известная инициатива сенатора от Кировской области Олега Казаковцева. И сегодня он находил с нами на связь в рамках дневного разворота. Он предложил разрешить сельским администрациям самостоятельно все-таки определять расстояние от школы до магазина, где торгуют табачными изделиями. 100 метров, по его мнению, для компактного населенного пункта, где, ну, всем прекрасно знаем, все рядышком, то есть все в центре. Магазин, там и школа размещается. Я слышал об этом сайте, я не думаю, что Олег Александрович каким-то образом лоббирует интересы табачных концернов, что вряд ли. Скорей, что интересы каких-нибудь облпотребсоюза и райповских магазинчиков, которые действительно серьезно проиграли в конкуренции, там ведь магазин не перенесешь в деревню, да, и если ты не можешь торговать определенными категориями востребованных товаров, то ты начинаешь проигрывать и вообще терять прибыль. А магазины эти и так многие на грани рентабельности, многие там за грани рентабельности, фактически мы можем прийти к тому, что малые населенные пункты останутся без торговли. Вот, и с этой точки зрения это меняемая, наверное, инициатива. Тем более, что сейчас, как я уже говорил, табак ограничен, он вот, ну, то есть спрятан должен быть в магазине, и есть жесткие ограничения по продаже табачных изделий, там, школьникам и несовершеннолетним, поэтому вполне можно было бы развернуть этот процесс и учесть интересы как раз малых населенных пунктов, где с магазинами всегда была проблема. Вот Олег Александрович в комментариях по этому поводу приводит цифру потери прибыли этих сельских небольших магазинов от 10 до 30%, оно вызывает какое-то сомнение у меня, чтобы 30% магазин... Ну, табаке вряд ли на алкоголе вполне возможно, они потеряли. Или все вместе, табаке и алкогольные продукты. Скорее всего, это все вместе, потому что алкоголь составляет очень серьезный процент от оборота, во-первых, стоит недешево, во-вторых, еще и люди, ну, еще греха третий, они выпивают насилие, если они лишаются легального алкоголя, ну, появляются люди, которые торгуют контрафактом или самопальным алкоголем. Это неизбывно, надо просто делать все это в рамках закона и выстраивать так, чтобы, если уж человек употребляет, чтобы он употреблял напитки, которые, по крайней мере, проверены, и за которые уплачен акцизный сбор. Ну, кстати, сегодня в эфире Казаковцев заявил, что он один такой в Совете Федерации, понимает проблему, его никто не поддерживает, и сейчас он будет искать какие-то еще другие пути, возможно, выходить на соратников из Государственной Думы, чтобы как-то донести до вышестоящего руководства, что действительно проблема-то существует, и надо решать. Ну, если есть инициатива, я думаю, что она каплей за каплей все равно пробьет в камень. Одна из инициатив Казаковцева, насколько я помню, по увеличению штрафов для нелегального бизнеса, тоже до сих пор еще не нашла отражение в законодательстве, хотя тоже инициатива нужная, необходимая в связи с того, что если мы хотим строить бизнес конкурентный, и давать тем, кто занимается им легально, возможность по адекватной цене свои услуги предлагать, продавать и конкурировать, то нужно нелегалов достаточно жестко пресекать. То, что сейчас, на сегодняшний день, сделать сложно и практически невозможно из тех разговоров, которые у меня были с представителями налоговой инспекции. То есть при том размере штрафов, которые существуют на сегодня, мы просто этим никто не будем заниматься, ни полиция, ни налоговая. А, кстати, вот в последнее время, да, очень много в СМИ появляется публикаций о том, вот такой-то предприниматель, да, не заплатил налоги, такой-то. Ну, понятно, что налоговая увеличила, активизировала, точнее, свою работу. Как ты думаешь, удастся все-таки налоговой службе вот привести все это в законное русло и добиться, не знаю, не стопроцентной, но хотя бы максимально возможной уплаты налогов для того, чтобы бюджеты различных уровней наполнялись? 100% налогов, я думаю, что нет. Такая иллюзия, да? Да. Здесь есть один очень большой минус. Посмотри, сейчас многие крупные бизнесы и в отношении тех, кому налоговая предъявила претензии, а просто меняются инструменты, и тоже говорил уже как-то в эфире, что у налоговой просто появились измерители, вполне легальные, но просто программы, да, которые тебе показывают, что вот это предприятие в зоне риска, оно платит налогов меньше, чем налогов с продаж, меньше, чем у него обороты. Почему это сделано? Ну, вот там схема дробления на ИП, и в результате получается очень большое недоначисление по налогам. То же самое СНДС, то есть у налоговой появились инструменты, как вычислять недобросовестных налогоплательщиков, они эти инструменты активно сейчас начинают применять, и в результате если в одном регионе, вот самая больная вещь вообще, если в одном регионе налоговая подходит принципиально и жестко, а в других регионах могут закрыть глаза, и такие случаи многократно я слышал от предпринимателей, естественно предприниматель начинает искать там, где ему удобнее. Он не переносит бизнес, он переводит просто туда юридический адрес и платит налоги уже через другой субъект федерации, у него снимается ряд проблем в связи с этим, поэтому так произошло, в частности, с Красным Якорем, который перегистрировался в Январе в Москву, и сделано это было как раз на том основании, что в Москве такому налогоплательщику, который день в день перечисляет налоги, который работает на экспорт, и экспортные все пошлины, платежи выплачивает, который является еще и в области у нас образцовым участником, исполнителем инвестпроекта, то есть это единственное крупное предприятие в весной отрасли, которое отработало инвестпроект, даже чуть превысив показатели, которые они на себя брали. И в результате им пришлось сняться. Ну, понятно, что физически производство здесь и весь состав здесь, там будет в Москве находиться всего несколько человек и небольшой офис, но те налоги, которые шли в федеральный бюджет раньше из Кировской области, теперь пойдут через Москву. Соответственно, Кировская область будет отчитываться по налогам, что у нас вот собрано в федеральный бюджет гораздо меньше. То есть палка о двух концах, если в Москве на некоторые вещи могут закрыть глаза или в других регионах, а у нас подходит жестко и принципиально, то крупный бизнес может сняться, уйти. Налоги в область будут поступать те же самые, фактически, там изменений немного в региональные, в местные бюджеты, но в федеральный бюджет эти налоги будут идти уже через другие субъекты федерации, соответственно, я думаю, что мы сможем рассчитывать на меньший объем субсидий с федерацией, мы вам скажем, ну вы заплатили ведь совсем немного. То есть все произведено здесь, продукция произведена здесь, но отчисления сделаны с других субъектов федерации. Поэтому такая принципиальная позиция налоговой, это правильно, абсолютно, но она должна быть принципиальной везде. У нас страна единая, федеральная, и везде требования должны быть к налогоплательщикам едины. Что касается еще налогов, вернее, послаблений, льгот, как известно, у нас 1 января этого года вступил в силу закон, который освобождает впервые зарегистрированные ИП, которые выбрали упрощенную систему или патентную систему налогообложения. В Кировской области эта поправка еще не принята, вот буквально на прошлой неделе появлялась новость о том, что губернатор сейчас рассматривает эту возможность, ожидалось, что решение, точнее не решение, а эта инициатива будет обсуждаться на как раз-таки прошедшем пленарном заседании ОЗС. Этого не произошло, там не было этого вопроса. Да, во-первых, когда это должно произойти все-таки уже, возможно, на следующем пленарном заседании. Возможно, в марте уже эта инициатива будет вынесена хотя бы в первом чтении. Опять же, тут есть две составляющие. Если взять абстрактно, круглый конь в вакууме, если считать, что действительно вновь появляющийся бизнес, открывающийся, который работает по патенту, его можно, ну, то есть, вот человек потерял место работы, решил организовать бизнес, свою маленькую торговую точку меньше 50 квадратных метров, или организовать салон парикмахерской, или открыть ремонт обуви, автомобилей, там каких-нибудь заточку ключей, это все подпадает под патенты, то он на два года освобождается от уплаты налогов. Я так понимаю, что именно только налоги, то есть, в любом случае он будет платить в пенсионное отчисление, в отчисление в фонд соцстраха, то есть, отчисления с него будут. И это правильно, то есть, в идеальном случае, это дало бы за два года появление новых бизнесов, которые потом, уже спустя два года, когда встанут на ноги, будут платить налоги и увеличатся налога облагаемого база. На деле это может обернуться тем, не говорю, что, ну, то есть, если недостаточно тщательно отслеживать, контролировать эти процессы, то существующий бизнес просто может свернуться, закрыться, де юре, да, и открыться вновь, и получить эти преференции. И в результате мы потеряем налогооблагаемую базу на эти два года. Да, чтобы этого не произошло, то есть, можно принять закон, и он будет работать как раз в том случае, если будет должный контроль, и если не будет возможности, то есть, предприниматель изначально будет знать, что, ага, если я сейчас закроюсь, откроюсь вновь, то преференции мне не будет, потому что, ну, вот, потому что я уже работал на этом рынке. Вот, только в этом случае он будет работать. Кроме того, я нахожу аналогии очень хорошие с законом о дачной амнистии, так называемой, который с 1 марта как раз прекращает свою деятельность. Этот закон, если помнишь, давал право гражданам регистрировать свое недвижимое имущество, даже если оно построено без правительной документации. Для чего это делается? Для того, чтобы потом, возможно, было взимать налоги с этого имущества, и человеку, как бы, давался режим максимального благоприятствования, регистрации прав на него. Точно так же и здесь. Фактически, предпринимателям, которые сейчас уже осуществляют ту или иную деятельность, учителя, которые занимаются репетиторством, обладатели квартир, которые сдают эти квартиры в найм, они могут сейчас прийти, взять патент и не платить налог. Два года. Да, но спать спокойно. Я знаю, что к ним не придут, знаю, что с них не будут взимать штрафы. И вот как раз та инициатива, о которой я говорил, Олега Александровича Казаковцева, о том, что нужно увеличивать кратно штрафы за нелегальное ведение бизнеса, то есть незарегистрированный бизнес. Если бы это было вкупе, то было бы, наверное, выгоднее человеку все-таки взять патент и два года работать без налогов, потом постепенно приходить к тому, что да, какие-то отчисления с меня должны быть, потому что я прибыль получаю. То есть в данном случае те предприниматели или, скажем так, условно говоря, люди, которые помимо своей основной деятельности осуществляют еще побочную деятельность, где-то кого-то стригут, дают уроки, что-то ремонтируют. Они вполне легально могли бы это делать на легальных основаниях, но без налогообложения. У нас сейчас небольшая реклама будет, пару минут буквально после этого времени продолжится особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» Олега Прохоренко. Перерыв. Да, и сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Меня зовут Владимир Смитанин. Мы продолжаем. Теперь хотелось бы поговорить о ценах на продукты. Российское правительство рассматривает на протяжении последних недель возможность введения в регионах максимально возможных цен на продукты, которые подорожали за месяц более чем на 30%, пока речь идет о сахаре, куриных яйцах и капусте. А вот буквально накануне стало известно, что сетевые магазины крупнейшие, такие как «Магнит», «Х5 Ритейл Групп», «Дикси», «Метро» и другие обратились в федеральную антимонопольную службу. Они готовы заморозить цены на социально значимые продукты. Не кажется ли тебе, что цены давно уже, если и замораживать, то стоило замораживать, потому что вроде как основной пик, основной скачок прошел все-таки уже, да, судя по ценникам в продуктовых магазинах? Ну вот. Ты правильно понимаешь, что мы говорим сейчас о продуктах питания? Да. Так вот, я считаю, что ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя. Нельзя не ограничивать торговую надбавку. и нельзя замораживать цены. Даже на социально значимые. Ну и реально. То есть я являюсь сторонником рыночных отношений и считаю, что единственное, за что нужно биться государству просто в кровь, это в то, чтобы была конкурентная среда. Так, чтобы ни один из поставщиков, в первую очередь поставщиков оптовых, не выходил в монопольное положение, чтобы не было сговора между ними. И тогда ритейл, особенно продуктовый ритейл, это очень конкурентная сфера. Есть, помимо крупных игроков, маленькие игроки. Да, и если они являются в конкурентной среде, они сами не заинтересованы делать большую наценку и надбавку. А вот цена, по которой они закупают у оптовиков, вот эта цена должна быть отрегулирована. Цена именно оптовых поставщиков, которые являются там монополистами по гречке. Отрегулирована или заморожена все-таки тоже? Или некий коридор должен быть? Нужно жестко смотреть обоснованность повышения той или иной цены. Заморозка чревата еще, знаешь, чем? Замораживается ведь как вверх, так и вниз. То есть если цены заморожены, ага, ритейлер потирает руки. Цена упала на оптовом рынке, а я могу держать ее на таком уровне. Эта глупость большая. И есть одна сфера, не одна, их много, но вот то, что касается продуктового ритейла, я считаю, что ни в коем случае нельзя. Там есть еще второй подводный камень, если цена будет заморожена и она будет неадекватна, если поставщики не будут готовы отпускать по такой цене, то этот товар просто с полок исчезнет. И мы снова столкнемся с дефицитом и с теневым рынком, где можно будет купить этот товар, но уже совершенно по другой заоблачной цене, поэтому ни в коем случае нельзя. Вот то, что касается лекарств, там контроль должен быть гораздо жестче и там должны быть ограничения на лекарственные средства и вот в этой сфере нужно что-то делать. Почему? Потому что сейчас разница огромна между аналогами российскими в ценах и импортными лекарствами. Не у всех импортных лекарств есть аналоги и фактически цены заоблачные и часто даже те лекарства, которые в России производятся за рубли из российских комплектующих, вдруг выросли в цене в 5-10 раз. Ну, потому что есть спрос на них, потому что импортные подорожали еще серьезнее. И вот за этим нужно следить. То есть это тот рынок, который, я бы сказал, менее конкурентен, чем рынок продовольствия, но более социально необходим. И даже в ритейлерах продуктовом есть такая вещь всегда, за границей или у нас, есть товары действительно социально значимые, на которые ритейлеры сами осознанно стараются удерживать цены пониже для того, чтобы к ним шли. То есть это правила рынка. Они делают социальные цены, вот ценники там специальные, которые есть сейчас в магазинах. Человек клюет на эти акции, идет в магазин и покупает помимо товаров по акциям, еще и товары без акций, с хорошей маржой. Поэтому человек, который хочет сэкономить и подешевле купить, он купит просто акционные товары и ему этого будет достаточно. Он не будет заморачиваться по поводу дорогостоящей какой-нибудь колбасы, каких-то элитных сыров. Нет, он купит то, что подешевле и будет достаточно, будет нормально. В этих условиях, еще сложных экономических, российские власти продолжают думать о том, как же снизить уровень коррупции в стране. Вот очередной законопроект появился, разработанный российским правительством, по которому госслужащему, который заявил о взятке, гарантироваться будет вознаграждение в размере определенного процента от суммы этой взятки. Конфиденциальность его сообщения, защита, сохранение рабочего места, по-моему, в течение трех ближайших лет. Умные меры в нашей действительности пригодятся? У нас вообще иногда меры принимаются умные, это не первая умная мера, которая принимается. Есть законопроекты по контролю за расходами, предположим, чиновников крупных. Но так я не слышал, что до конца они были доведены, и всегда находятся какие-то лазейки. То есть на любой закон находятся какие-то дырочки в этом законе, через которые истинные коррупционеры скальзывают. На самом деле здесь важнее поменять психологию людей. Мы очень часто смеялись над тем, что происходит, опять же, если брать Запад или США, и Задорнов постоянно высмеивают этих людей, которые стучат на соседа, если не дай бог кто-то разбушевался, приложил руку к своему ребенку и так далее. И это считается доносительством и стукачеством, и пока это считается доносительством и стукачеством, у нас люди никогда не пойдут и не заявят о том, что вот кто-то занимается нелегальным бизнесом у меня в соседней квартире. А что это я пойду? Я что стукач? Общественное мнение можно менять. Таких законов, ну их можно наштамповать, напридумывать кучу, без изменения вообще представления о том, что человек должен сообщать о неприглядных каких-то поступках в соответствующие органы. Это все не будет работать. То есть можно предложить даже очень хорошее вознаграждение, но человек просто дорожа своей вот этой общественной репутации, которая у нас порицает доносительство, он не пойдет. И даже если он не потеряет это рабочее место, отношение к нему можно себе представить. Каким будет, да? То есть я работать-то буду, но все будут заниматься моббингом. Нет, заявляются, что конфиденциальность все-таки. Не будут знать коллеги, что именно ты настучал. Ну это знаешь. Или в кулуарах где-нибудь, да? В любом случае это где-то просочится. Это нужно тогда подключать институт защиты свидетелей, который существует в развитых странах. У нас только-только начинает еще развиваться, когда человек полностью меняет свою жизнь, внешность, место работы и место жительства и в этом случае становится недосягаем для тех, на кого он настучал. Ну и в оставшиеся три минуты хотелось бы еще про молодежно-общественную палату в Кировской области поговорить. Накануне стало известно, что этот орган возрождается. Сегодня руководитель общественной молодежной палаты Павел Дорофеев был в нашей студии. Заявил о том, что он на свои деньги всю эту работу организует. Вот до 20 марта принимаются заявки. Всего в молодежной общественной палате будет 30 человек. Привел он в пример те решения, которые были реализованы, предложения молодежной общественной палаты, которые были реализованы. В частности, он сказал про ту беспроцентную субсидию на первоначальный взнос по ипотеке в размере 200 тысяч рублей. Это, на самом деле, было, оказывается, предложение молодежной общественной палаты. Я, честно признаться, не знал. Я думаю, что вы опрашивали членов молодежной общественной В возрождении молодежной общественной палаты есть, на твой взгляд, какая-то социальная значимость? Я не вижу. Я не вижу. Почему? Потому что вообще такие органы, они имеют место на существовании, если они являются своего рода социальными лифтами. Точно так же, как участие в политической жизни, предположим, давало бы бонусы молодому человеку для того, чтобы попасть потом в число депутатов и так далее. Или участие в молодежной общественной палате давало бы какие-то преференции. Но на деле этого не происходит. Как-то с Михаилом Курашевым мы на эту тему разговаривали. То есть нет непосредственной связи между активным участием человека молодого в таких органах, псевдоорганах власти и затем его дальнейшей карьеры. Намного эффективнее, намного важнее, на мой взгляд, участие в таких инициативах, как «Ночной патруль» или «Уберем» не так давно было. Чтобы не от органов власти это шло, а чтобы сами молодые люди предлагали, объединялись активно и делали что-то конкретное. Посидеть, позаседать и подумать. Можно посидеть, позаседать и подумать. А эффект каков будет? В этой связи я не вижу эффекта ни для тех, кто участвует, ни для общества. Сейчас у Андрея Леонидовича Усенко большая проблема со взрослой общественной палатой. То есть те же самые претензии можно и к нашим общественникам предъявить? Взрослым, состоявшимся? Проблема в том, что даже люди, которых туда избрали, они не проявляют должной активности, не должной активности в СМИ, не должной активности в участии в работе общественной палаты. Многие там вообще сначала ее деятельности может один-два раза поучаствовали в работе комитетов. Ну то есть, а зачем тогда все это? Это получается профанация, если нет реального результата. Посидеть, пообсуждать, ну да, посиди, пообсуждай. Какой-то результат для тебя и для общества должен быть. Ну так или иначе, планы по формированию нового состава молодежной палаты, они есть, что-то мне подсказывают, что будет она у нас. Ну как-нибудь пригласим, поговорим. Ну дай-то Бог, чтобы у ребят что-то получилось, но я был бы за, если бы у них действительно была какая-то общественная инициатива, которую они не просто предложили, а реализовали, но для этого не нужна общественная, молодежная общественная палата, для этого нужна группа единомышленников, которые что-то сделали, потом это использовали для личного опыта и устроили на этой основе еще и какой-нибудь социальный или не социальный, просто бизнес. Когда ты умеешь организовывать какие-то общественные мероприятия, то ты сможешь это организовать и с точки зрения бизнеса тоже. Вот эта инициатива, ее бы побольше, а сидеть заседать, я думаю, что... Умеют все, худо-бедно, но эффекта это не приносит. Завышается время передачи «Особое мнение». Я благодарю гостя студии Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Меня зовут Владимир Смитанин. До свидания. Всего доброго. Хорошего дня. Первый третий один. Продолжение следует...